В Дагестане продолжается строительство Духовного Центра имени Пророка Исы. Неравнодушные люди активно оказывают материальную помощь в возведении исторического сооружения. Народная стройка и сейчас вызывает интерес у многих жителей республики. На этот раз ознакомиться с ходом строительства сюда прибыла делегация из Чаразинского района. Подробности в сюжете Абдулла Алиева. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. О градиозном проекте Духовный Центр имени Пророка Исы уже давно знает не только в республике, но и за ее пределами. Регулярно из разных районов Дагестана сюда съезжаются джаматы сел и городов, чтобы воочию стать свидетелями возведения исторического сооружения. На этот раз на место строительства прибыла делегация из Чаразинского района. Для них была проведена экскурсия по будущей мечети имени Пророка Мухаммада, которая будет располагаться на территории центра. Мы как и мусульмане, как жители республики, как выходцы из этой республики, мы сюда собрались сегодня посмотреть, увидеть своими глазами, что здесь происходит, как объект строится и что здесь будет в дальнейшем. Но нас обрадовало то, что здесь будет не только мечеть, она централизована только в духовном направлении. Здесь и светская школа, здесь и светский детский садик, здесь и операционный медицинский центр, здесь музей. Это получается как бы огромный комплекс, где будет объединено все. Чарадинцы не первый раз прибывают в духовный центр. Они были в числе первых, кто принимал участие в возведении колонн мечети. На этот раз делегацию из Чарадинского района входили представители власти, общественные деятели, именитые спортсмены, да и просто обычные неравнодушные люди. Многих удивило, что на территории духовного центра будут построены не только мечеть, но еще и ряд значимых социальных объектов. На самом деле очень серьезный, очень мощный объект и важно, я узнал, что наряду с мечетью здесь будут и образовательные комплексы, спортивные комплексы, аллеи, где будут посажены деревья. То есть такой в целом очень универсальный объект получается. Я хочу поблагодарить в первую очередь муфтият нашей республики, муфтия нашей республики и вообще всех тех, кто, так сказать, дал направление, можно сказать, импульс вообще развития этого уникального проекта. Парадически заглядываю сюда уже не первый раз. Эмоции очень положительные. Почему? Потому что уже, как было сказано, что такого аналога нет даже в Европе. Конечно, очень приятно, что мы можем, хотя небольшой, но каждый житель республики и России в целом может внести свой маленький вклад в столь большое дело. По окончании экскурсии жители Чародинского района обязались взять на себя перекрытие значительной части территории будущей мечети. Для этого они объявили сбор денег в размере 18 миллионов рублей. Напомню, что строительство духовного центра является народным проектом, в котором может участвовать каждый желающий, оказав любую пассивную финансовую помощь.